Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В Казгидромете рассказали о прогнозах на ближайшее время. По их информации, сильный дождь ожидается в центральной части страны, осадки прогнозируются и на северо-западе. Также ожидается подъем уровня воды в реках. Бешимбаев вновь не признал вину, несмотря на видео истязаний, показанные в суде, которые бывший министр и приказал уничтожить. За этим процессом наблюдают и другие государства. В Уральске за последние сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 9 сантиметров. Оба постановки на других водоемах города и в каких районах усиленно противопаводковые мероприятия – далее выпуски. В Актюбинской области сельчане могут массово отказаться от скотоводства. Причина во вспышке бруцеллеза. Только в селе Бестамак 40 коров опустили под нож из-за заражения. В каких регионах ожидается подъем уровня воды в реках, рассказали в Казгидромете. Отмечается, что в Казахстане пройдут дожди на северо-западе. Сильный дождь также прогнозируется в центре. А в северо-казахстанской области высота перелива через гребень плотины на Сергеевском водохранилище уже составил 415 сантиметров. Костанайцы собирают сумки. Вода в Костанай завоевывает новые территории. Жители на лодках вывозят ценные вещи и покидают дома. Два перекрытых из-за разлива моста создали в городе ажиотаж. Проехать по центру невозможно. Везде огромные пробки. По словам чиновников, в 10 регионах объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. В аварийно-спасательных работах задействованы более 17 тысяч человек. Больше 70 тысяч человек эвакуированы в безопасные места. В пунктах временного размещения до сих пор остается 14 тысяч казахстанцев. Половина из них дети. Как сообщил Роман Скляр, о ситуации с затопленными домами в СКО материальный ущерб покроет государство. Времени до прихода большой воды у нас от 7 до 8 дней. Как известно, переливы на Сергейском водохранилище сейчас составляют более 3 метров. Однако ожидается, что будет поставлен, мы называем это антирекорд, порядка 4 метров, возможно, переливы. Придет гораздо больше воды, чем в 2017 году. Сегодня дополнительно мобилизуем все строительные компании, все дорожно-строительные компании, временно приостановим их работу на их объектах и будем проводить работы по усилению противопаводковых мероприятий. Тем временем Минздрав Казахстана в связи с паводковой ситуацией выпустил ряд рекомендаций для населения. Ведомство советует использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду. По словам чиновников, ситуация с паводками в Казахстане остается сложной. В шести регионах потоплено 3700 домов, размыты 155 участков автодорог, нарушенное транспортное сообщение до 58 населенных пунктов. Им доставляют еду и лекарства. А премьер заявил, что некоторые повышают цену на продукты. В некоторых местах наблюдается повышение цен на продукты. У меня есть такая информация. Усилить наблюдение в этом направлении. Нужно остановить необоснованное повышение цен. Сейчас идет выплата ущерба. Нужно сделать это без бюрократии. Сообщается, что в Казахстане ожидается пик паводков и вторая волна половодия. На водохранилищах в Восточно-Казахстанской области пик паводка ожидается уже в начале следующей недели. Повышение уровня воды в ближайшие дни ожидается также в реках Акмолинской и Актюбинской областей. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам, большая вода придет и в Атараусскую область с территории России через 15-20 дней. По Уржан-Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Уральске за последние сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 9 сантиметров. Об этом сообщили сотрудники ДЧС. По их информации, уровень воды в реке Чиган начал снижаться. На Деркуле остается стабильным. С подробностями наш корреспондент. По словам сотрудников ДЧС, только вчера уровень воды в реке Урал составлял 685 сантиметров. Сейчас этот уровень составляет 694 сантиметра. То есть за сутки вода поднялась на 9 сантиметров. В то время как уровень воды на реке Урал немного вырос, в Чигане наблюдается спад. Сейчас уровень воды здесь составляет 1294 сантиметра. До критической отметки осталось 6 сантиметров. А вот вода в реке Деркул стоит без изменения. Мнения жителей города разделились. Кто-то считает, что не стоит поднимать паники и беспокоиться. Другие считают, что воды все же стоит опасаться. Я неделю тому назад был здесь. Вода была каменной. Я специально сегодня пришел посмотреть. Вода вообще уровень воды поднялась страшной. А вот через неделю не знаю, что будет здесь. Затоп, наверное, здесь будет капитальный. Он говорит, обещали, на 9-10 метров воды поднимется. Это уровень воды. Дело в том, что и вода была бы довольно часто, было бы такое явление. Мы просто в Башкирии на основном притоке Урала построили три водохранилища. Вот они держат воду, река Сакмара. А река Сакмара дает до 70-80% паводковых вод. Ну, сильный в ток. А так постоянно 40% паводка на Урал дает река Сакмара. В Башкирии построили водохранилище. Поэтому мы последние годы здесь, в Урал не поднимался у нас. Это вот в этом году аномально. Там с реклы, как-то вот так это пошло. Но это явление редкое, да, везде. Везде же у нас в Казахстане уже паводок. А в России он будет, и будет достаточно сильный. Тоже там будет у них. Просто там еще холодно. У нас здесь вода придет. Вода вот это вот сейчас затопит. Вот это 100% сюда до гостиницы. И не раз был. Я не пугаю, я говорю так, как есть. На данный момент сотрудники ДЧС ведут необходимые работы по противопаводкам мероприятиям и укреплению дамб. На сегодняшний день по Западской области все работы по ликвидации стихийных бедствий и паводковых явлений по оборудоватым работам продолжаются. За последние сутки, так как ранее говорил, в нашем городе действует 10 постов по наблюдению, мониторингу уровня воды в реках Урал, Чаган и Диркул. На данный момент по области ведутся работы по оповещению населения, по преждевременным эвакуациям и по укреплению и по берегу укреплительным работам. На районе Теректа, Бурлин, Байтиреки в городе Уральск активно ведутся работы по берегу укреплением и возведениям дамбы. Дана Керимбаева, Айбула Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске из-за быстрого подъема уровня реки Урал противопаводковые работы ведутся в районе Курини. Там строят дамбу. Местные жители опасаются, что их дома могут быть затоплены, поэтому они настаивают на скорейшем завершении работ. Жители района Курини в Уральске просят, как можно скорее укрепить дамбу. По их словам, риск, что большая вода со стороны Урала может добраться и до их домов, очень велик. Люди опасаются, что в первую очередь может затопить трансформатор, обеспечивающий дома электричества. Мы просим, чтобы укрепили дамбу, где улица Шамсудинова у нас, потому что там у нас нерадивые такие были, как говорится, собственники. Кто срыл, приехали, грейдером был Яр, его просто срыли. Ну как можно? Это же общественное место. Срыли до Урала туда прям взвоз получился. И сейчас вот это надо укреплять. Потом от улицы Уральский тупик до остановки Конечная. От остановки Конечная и по всему периметру, как вот эта Ханская роща идет, до Пугачевской мы просили. Вот здесь от Стременной улицы до дамбовый тупик. Тут уже вода стоит. Ну, скажем так, там еще пару метров есть. Но если большая вода придет, как ее прогнозируют, эту воду, то здесь в первую очередь вот этот трансформатор затопит. И не будет у людей этого освещения и возможности там у всех газовое отопление тоже на этом. И вот мы обратились с таким заявлением, чтобы заблаговременно позаботилась наша власть о том, чтобы жителей не затопило здесь. Жители района говорят, что о строительстве дамбы нужно было думать заранее. А не когда вода ушит так близко. Это заранее нужно готовиться, вообще об этом было думать по идее. А сейчас с толку. Но нужно, чтобы укреплять дамбу, нужно каток, чтобы укатывать каждый слой, а это насыпь. Ну, конечно же, хотя бы так. Хоть что-то делается, да. Нужно усиливаться. Строительство дамбы идет полным ходом, но необходимо ускориться и успеть до середины апреля. Так как, по прогнозам специалистов, пик паводка ожидается именно в это время, отмечают представители местных исполнительных органов. Основные работы проводим в четырех локациях города. Это первые. Укрепляем дополнительно дамбы район Курени. Дамба Чаган-набережная в сторону станции ЮНАТ. А также укрепляем в сторону Камин-набережная в Чаганске. Там дамбы тоже немножко протяло. А также у нас есть дамба Анисткино-озер, который отделяет Анисткино-озер от реки Урал. Там тоже сейчас проводим работы по укреплению дамбы. Ну, а дамбы существуют, без проблем. Уровень их в норме. Но все равно мы дополнительно, учитывая прогнозы наших специалистов, мы работаем на Максимоке. Между 10 и 20 апреля ожидается максимальный приход реки Урал. Ну, примерно, точнее быть, говорят, что 15, 16 и 17. Но мы берем запасы, ну что, с 10. И работу вот эти мы, которые проводим, хотим максимально закончить в ближайшее время. По прогнозам специалистов КАЗ-водхоза и КАЗ-гидромета, в ближайшее время уровень воды в реке Урал достигнет отметки в 9 метров. Это связано с увеличением сбросов из Ириклинского водохранилища на территорию Оренбургской области. В последние дни в реку поступает рекордный объем воды – 2200 кубометров в секунду. Местные власти призывают жителей дачных и жилых массивов, расположенных в пойме Урал, заранее эвакуироваться в безопасные места. Там находятся 55 садоводческих товарищей, с которых проживает более 10 тысяч человек. Дана Керембаева, Марлина Искалиев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Карабалаев рассказал о паводковой ситуации в области на данный момент. С начала паводкового периода на территории региона затоплен 581 дом, 245 дворовых территорий и 427 дачных домов. На 71 участке дорог произошло подтопление и на 60 участках перелив. Без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов. Объявлено 6 ЧС местного масштаба – Западно-Казахстанскую область, Уральск, Артубес, Рембурлин и Теректы. Эвакуировано 7048 человек, из них 3665 детей. В пунктах временного размещения находится 1455 человек, из них 536 детей. Подготовлен 161 пункта временного размещения, вместимостью 8596 человек. В ходе проведения аварийно-спасательных работ отогнаны в безопасные места 4580 голов скота. С начала паводка развернута работа областного оперативного штаба по ликвидации последствий паводка с привлечением областных служб гражданской защиты. Аналогично штабы действуют в городе Уральск и районах области. Оперативный штаб по принятию гуманитарной помощи развернули в Уральске. С начала паводков в регион прибыло 260 тонн груза с продуктами, питанием, одеждой и предметами первой необходимости. Их отправляли из разных регионов страны. Распределять гуманитарную помощь помогают 2500 волонтеров. Они также участвуют со спасателями в эвакуации людей из скота. Руководитель штаба по приему гуманитарной помощи Аслан Тапишев подчеркнул, что проводится строгий контроль над тем, чтобы вещи были отправлены тем, кто действительно в них нуждается. Все желающие помочь могут сдавать вещи первой необходимости в Дом дружбы. Данные гуманитарной помощи, которые будут прибивать у нас, мы их у себя принимаем. Мы привлекли работу с специалистом, который будет вести учет, совместно с нами учет, распасовка. И ежедневно наши специалисты-координаторы будут принимать заявки и доставлять место потребления. Аким Западно-Казахстанской области на ремонт урегалиев обратился к жителям региона в связи с паводковой ситуацией и угрозой большой воды из России. По его словам, потоплены жилые дома в пяти районах региона и в городе Уральска. В области эвакуировали около 7 тысяч человек, из них более 3 тысяч дети. Помощь пострадавшим от наводнения оказывают тысячи волонтеров. Людям доставляют продукты питания, медикаменты и одежду. Организованное дежурство обучения школьников проходит в онлайн-формате. Он обратился к жителям дачных массивов, заявив, что им нужно переехать в эвакуационные пункты, указанные акиматом города, или в безопасные места, выбранные самостоятельно. По словам Турегалиева, пострадавшим помогают предприниматели региона, общественные объединения, бюджетные учреждения, волонтеры и простые жители. Глава области поблагодарил специалистов МЧС, коммунальных служб, силовых структур и волонтеров, а также жителей области за помощь и призвал их сохранять спокойствие и поддерживать друг друга. Из водоемов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к нашей области, поступает большое количество воды. Ситуация сложнее, чем было 30 лет назад. В частности, из Приузенского водохранилища в Саратовской области в Караузен поступает 431 комметр воды в секунду. В настоящее время началась вторая фаза наводнения. Как известно, вчера в Орске Российская Федерация прорвало дамбу, пострадали населенные пункты и жилые дома. Эта ситуация может угрожать и нашей области, ведь из Ореклинского водохранилища Оренбурга в секунду отправляется 2170 кубометров воды. Эти воды в ближайшее время пройдут через реку Урала и направятся в Каспий. В настоящее время уровень воды в Урале поднялся почти на 7 метров и приближается к опасной отметке. Таким образом, вода течет из русла реки и поступает в первый, второй и третий дачный микрорайон Уральска. Поэтому просим жителей города проявить понимание. К другим темам. Бешимбаев вновь не признал вину, несмотря на видео истязаний, показанные в суде. Я виноват в ее смерти, но я не считал, что пощечина может причинить смерть. Вообще не было такой мысли у меня, что в результате этого у нее может произойти черепно-мозговая травма, сказал обвиняемый. Адвокат потерпевшей стороны спросила, почему после увиденного синяка Бешимбаев позвонил ясновидящей, а не скорого. Я решил узнать, откуда он взялся и как он образовался, к чему это может привести, пояснил подсудимый. Ранее он заявлял, что разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама. По какой причине вы звоните лицу, который находится в другом городе, спросил я тогда адвокат. Вам неизвестно достоверно, имеет ли она медицинское образование, как она должна помочь удаленно вашей супруге, которая находится рядом и явно нуждается в медпомощи, уточнила адвокат. В моем понимании Салтанат спала, и не было признаков, что она находится в предсмертном состоянии, ответил Бешимбаев. Показания сказали, что в 13.30 проснулись и заметили набухание телесных повреждений на лице. Цитата. Которые вас насторожили. Далее. В соответствии с материалами уголовного дела, Байжанов позвонил в скорую в 19.55. Заметьте, пожалуйста, в 13.30 вас настораживают телесные повреждения на лице, набухание. И только в 19.55, спустя 5,5 часов, вы звоните в скорую помощь. Даже не вы, ваш брат. Скажите, пожалуйста, почему такой большой временной промежуток между вашей настороженностью, как вы говорите, состоянием Салтанат и звонком в скорую помощь? Если вы действительно насторожены в 13.30, то почему 5,5 часов вы не подпускали к ней квалифицированную медицинскую помощь? Я уже говорил о том, что утром я звонил, если видишь, я сказал вечером. Сейчас она пьяна, она устала. Вечером она проснется и все нормально будет. Заявление Нукенова из блокнота Бешимбаева удивило судью. Я, Салтанат Нукенова, не буду ревновать, обещаю регулярно ходить к психологу, буду послушной, зачитал запись адвокат Бешимбаева. Адвокаты потерпевшей стороны указали на то, что происхождение этой записи и блокнота не установлено. Адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса смеется весь мир. Дело в том, что адвокаты Бешимбаева также ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей, в том числе дополнительных экспертов. Выслушав мнение сторон, судья постановило отказать адвокатам Бешимбаева в их ходатайстве. Далее адвокаты потерпевшей стороны спросили подсудимого, с какой целью он тащил супругу за волосы, как зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видеозаписи после избиения Салтанат в ресторане Бао вы за волосы ее сперва затаскиваете в общую уборную. Мы все обозревали, что примерно около двух минут свет в уборной не включался. Для чего вы ее туда затащили? Она упала, я хотел, чтобы мы ее пришли в себя немножко, чтобы она умылась, я умылся, лицо умыли. И как вы ее умыли? Она сама, по-моему, умылась. И после этого вы продолжили ее из туалета тащить за волосы в кабину? Я хотел, чтобы мы уже быстро, я был зол, да, здесь я признаю, я был зол, я хотел, чтобы мы дошли и оделись, и уехали просто из этого злосчастного места. Сам Бешимбаев вновь не признал вину, несмотря на видео истязания, показанные в суде. Думал, дам ей обезболивающие, когда она проснется, сказал он. Добавим, что за этим процессом наблюдают и другие государства. К примеру, агентство Reuters в своей статье отмечает, что многие казахстанцы видят в Бешимбаеве типичного члена богатой правящей элиты страны и опасаются, что даже если его признают виновным, он может каким-то образом избежать надлежащего наказания. Наибольший резонанс вызвала демонстрация стороной обвинений в видеозаписи с камер наблюдения. Как раз эти видеокадры бывший министр и приказал уничтожить. На них видно, как Куадат Бешимбаев не только избивает свою гражданскую жену, но и периодически таскает ее за волосы. В Актюбинской области сельчане могут массово отказаться от скотоводства. Причина во вспышке бруцеллеза. Только в селе Бестамак 40 коров пустили под ножи из-за заражения. Фермеры жалуются, что размер компенсации не покрывает даже расходы на содержание. Не говоря про многолетний труд по выращиванию скота. В проблеме разбиралась Лейла Уесова. Месячные телята – это все, что осталось от коров, которых пустили под нож из-за бруцеллеза. Семья бывшего железнодорожника Избергена Кабалова много лет занимается животноводством. Говорят, скот всегда был здоровым. А тут за раз потеряли сразу пять колов крупного рогатого скота. Причем хорошей мясной породы. В феврале сделали еще один забор крови и 40 голов за раз оказались положительными. Что интересно, рядом есть крупные хозяйства, но у них почему-то не выявляется бруцеллез. Я всю жизнь работал зоотехником в совхозе и хорошо знаю, что у стельных коров болезнь проявляется лихорадкой. При заражении они абортируют. А тут вся скотина упитанная, откормленная, без всяких признаков болезни. А Лидия Абрасимова со слезами вспоминает, как двух буренок уводили со двора. Говорит, на это трудно смотреть, даже когда уверена в болезни животного. А если сомневаешься, тем более. Сейчас у пенсионерки остался один единственный бычок. Хотя на сено она истратила последние сбережения. Мне заплатили очень мало. По такой цене, это смешная цена. Меня посадили на мель. Я осталась без ничего. Я занимала деньги на сено. Я купила сено 1200 за тюк. Многие, чтобы исключить ошибку, хотели за свой счет сделать повторные анализы с привлечением независимых экспертов. Но ветеринары им заявили, что признают только результаты исследований, проведенных в лаборатории их ведомства. Диагностические исследования и так проводятся за счет бюджета в республиканской ветлаборатории. Эти правила утверждены министром сельского хозяйства. В них все прописано, в том числе по поводу карантина. Болезнь можно выявить через анализ крови. Молоко мы не проверяем. Против бруцеллеза у нас не принято вакцинировать скот. Теперь жители Бестамака просят спасти других коров. Но их не хотят вакцинировать. Почему-то затягивают из дезинфекции. Наверное, чтобы потом забрать мясо за бесценок, предполагают фермеры. При этом выдачи компенсации еще не было. 430 голов у нас общий поголовик РС в сельском округе. Бруцеллезных животных обнаружили в феврале. Сразу сдали на убой. Теперь 30% их стоимости компенсирует бюджет. И 70% за счет перерабатывающего предприятия, куда увезли больных животных. Цена за кило разная. Зависит от веса коровы. Специалисты предупреждают, больных животных нужно сдать на убой в течение 15 дней. Штрафы за сопротивление действительно грозят огромные. Одного жителя уже наказали за то, что самовольно зарезал корову у себя во дворе. Из-за всего этого некоторые намерены отказаться от скотоводства. Ведь хозяйство ушло в убыток. 5 килограммов на сваи изъяли правоохранительные органы Западно-Казахстанской области в марте этого года. Известно, что в стране запрещена торговля этим товаром. Однако, несмотря на ограничения, выявляются те, кто ведет подпольную деятельность. Какие наказания предусмотрены для лиц, совершающих подобные нарушения законодательства, и какие риски для здоровья могут возникнуть при употреблении на свае, узнавали наши корреспонденты. Насвай – это вид некурительного табачного изделия. Его основными составляющими являются махорка и табак, к которым добавляется гашеная известь и куриный помет. Специалисты отмечают, что потребление таких вредных веществ может привести к различным заболеваниям, включая онкологические, а при приготовлении на свае часто не соблюдаются санитарные требования. Естественно, вред – это экскременты животного. Поэтому, кладя его в себе в рот, это непосредственно вызывает инфекционные, паразитарные заболевания. Это раз. Во-вторых, известь. Она изъязвляет слизистую. И при длительном употреблении возникают онкологические заболевания ротовой полости, пищевых, ой, желудочно-кишечного тракта. Зависимость от носовая остается высокой среди молодежи. Употребление данного продукта зачастую возникает от любопытства, отмечают специалисты. Лечение должно включать психологическую поддержку, также обследование желудочно-кишечного тракта и санация ротовой полости. В стране действуют законы, запрещающие торговлю на свае. Однако, некоторые занимаются этим подпольно. В период с 18 по 31 марта в Западно-Казахстанской области полиции было обнаружено 22 случая такой незаконной деятельности в ходе рейдов и было изъято более 5 килограммов на свае. На лица, которые торговали, были составлены административные протокола по статье 196 Административного кодекса Республики Казахстан с наложением административного штрафа. Штраф там предусмотрен 25 МРП. Вопрос профилактики проблемы на свае был поднят главой государства Касмжумартом Токаевым на заседании национального курултая. В дальнейшем планируется усилить меры по сокращению торговли этим продуктом и предотвращению его употребления среди молодежи. Однако в настоящее время не существует законодательной статьи, наказывающей за употребление на свае. В Уральске состоялся республиканский фестиваль студенческих театров УМЭ-2024. Третий студенческий фестиваль организован Западно-Казахстанским университетом имени Мохаммеда Утемисова и посвящен 220-летию писателя. В мероприятии приняли участие студенты из ряда вузов страны. Это уже третий фестиваль студенческих театров в Казахстане. На этот раз организатором мероприятия стал Западно-Казахстанский университет имени Мохаммеда Утемисова. Основная цель фестиваля – развить творческие способности, обогатить репертуар театров и повысить уровень театральных постановок. В фестивале приняли участие студенты из вузов шести областей республики. В прошлом году наши студенты, наш театр «Мурагер» занял в Астане, в городе Гумилеве гран-при завоевали. И как оно традиции передалось нам, и поэтому в этом году проводим мы. Своё мастерство участники фестиваля демонстрировали представителям жюри в течение двух дней. Мы пришли сюда набираться опыта. Мы первый раз выходим на новый уровень, так сказать. Я сам с детства мечтаю стать актёром, а именно в кинематографе. По итогам фестиваля студенческий театр «Акжелькен» Казахского агротехнического университета имени Сейфулина впечатлил зрителей своей постановкой «Акэнмен Ажал», за которой был присуждён главный приз и сертификат на 300 тысяч тенге. Второго места и сертификата на сумму 200 тысяч тенге удостоен студенческий театр «Жауказын» Казвардинского университета с постановкой «Карагоз». И третье место с сертификатом в 100 тысяч тенге досталось студенческому театру «Уркер» Казахского национального педагогического университета имени Абая за постановку «Авашка-Устаз». Также актёры были награждены в номинации «Лучшая женская и мужская роли». Кроме того, вручили приз зрительских симпатий и специальный приз от имени заслуженного артиста РК Кажмуратова. Участников фестиваля наградили благодарственными письмами, дипломами и денежными сертификатами. Вся самая актуальная информация относительно паводка, в том числе возмещения материального ущерба. Эти и другие темы затронем в программе «Давайте обсудим» 10 апреля в 19.30 в прямом эфире на телеканале ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Тенго Ки-Зет Микорайон «Северо-Восток-47», торговый дом «Астана», поселок Зачиганск, улица Жангирхана, 18.2. Продолжение следует... Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова